Здравствуйте, приветствую всех, кто понимает на русском языке, всех казахстанцев и жителей всей планеты. Меня зовут Вахчан Купаев, я сегодня решил снять видеообращение в связи с возмутительными выходками этого Манаса Бестаева, который называет себя казахом и призывает убить русских, угрожая их убить. И я заявлял, еще раз заявляю официально, Манас, тебе и всем твоим крышам, или кто там у вас, всем радикальным казахским националистам, которые себя называют казахофашистами, и всем остальным утыркам. Когда мы говорили, вы все думали, казахстанцы, что это просто забава, нет, забава перешагнула все границы дозволенного. Он перед учебным заведением, перед вузом Алма-Аты, топором уничтожал голову от бюст Ленина, идет прямо по пути украинских праворадикалов, они себя называют правым сектором Казахстана. Ты решил бросить вызов русским? Брось мне, я готов тебя принять. Приходи, приходи, я посмотрю, как ты можешь убивать человека. Я могу обратиться от имени всех интернационалистов Казахстана. Скажу вам, что мы завтра решили все интернационалисты по всем 14 областным центрам и трем городам Казахстана прийти в администрацию, написать заявление на разрешение проведения митинга, чтобы антифашисты, интернационалисты совместно провели этот митинг за единство народов Казахстана. Мы смотрим ассамблеи народов Казахстана, партию Нур-Отан, все провластные партии, коммунистическая партия, которого лично касается, они говорили Косарево, там топором рубили, призывали его имя. Мы уже обращались к НПК сколько раз. Вы ничего не сделали. Мы думали, мы тоже левопатриотические силы, думали объединимся и левые силы, вы представляете парламент, может быть что-то скажете. Нет, вы закрыли рты и молчите. Позор вам, коммунисты. Но тем не менее, есть люди, которые достойны чести, которые помнят свое прошлое и не дадут таким людям, как этот Манас, опозорить Казахстан, призывая убить русских. Если это сегодня будет дозволено, если мы закроем рты и промолчим, они сегодня призовут русских убить, завтра узбеков, потом уйгуров. Эти нацики не остановятся, пока всех не перебьют. Потом, когда казахи останутся, вы что, по родам разделитесь и будете дальше допить друг друга? Это позор. Позор всей политики администрации президента. Я думаю, Тажин слишком заигрался. Господин Тажин, вы должны остановить, потому что он назвал те имена людей, которые финансируются государством, он назвал тех своим крышей, которые получают у государства миллионы-миллионы тенге. Это позор. Обращаюсь всем представителям внутренней политики, вы ведете очень деструктивную политику. Вы способствуете своим бездействиям, иногда действиям, имени разжигания междунациональной родины. Я считаю, что вы все должны подать подставку, освободить свои места. Да, Казахстан для всех народов, это родина всех казахов, в том числе русских. Это их исконная земля, они здесь родились. Это исконная земля не только казахов, всех тех, кто живет в Казахстане. Я призываю миру, но мы сегодня решили выступить немножко пожестче. Уже нельзя терпеть это. Мы дали списки всех этих националистов радикальных, которые называют себя казахофашистами, сотрудникам службы безопасности. И что? Ноль, ноль работа. Ноль работа. Это что? Я не понимаю. Алмата вообще, что там делать? Наверняка в КМБ там сидят все жирики дети, поэтому они не работают. Почему КМБ Алмата, самое позорное, всегда отстает в конце? Другие регионы работают, а Алмата никогда не работает. Посадили всех детей, богачей. И сидят они, не работают, только занимают место. Освободите места, пусть работают те КМБшники, которые умеют работать. Это провал внутренней политики Казахстана, когда люди уже ходят топором по улицам и говорят, призывают убить. Казаков, казаки это такая же культурная часть Казахстана. Казаки такие же, люди, граждане этого Казахстана. Ты не имеешь права призывать убивать кого-то. Я глубоко возмещен, извиняюсь за эмоциональное выступление. Казахстан будет свободным. Я люблю всех. Я говорил и скажу, наши русские, самые лучшие русские среди всех русских мира. Я люблю их. Я люблю все нации Казахстана. Мы интернационалисты, я интернационален. За нами правда. Спасибо за внимание.